Добрый день, уважаемые коллеги! Приносим свои извинения за такие небольшие технические неполадки с нашей стороны. Чуть-чуть задержалось у нас время начала нашего вебинара, поэтому предлагаю сразу перейти к нашей теме сегодняшней. У нас сегодня с вами образовательные практики использования игрового набора Дары Фрюбеля в образовательной деятельности, дошкольной образовательной организации. И это будет первый семинар из ряда запланированных. Два семинара еще подобных предполагаются у нас в марте месяце, которые будут посвящены конструированию и робототехнике. Ну и сразу хочу озвучить организационные моменты. После просмотра нашего вебинара вам нужно будет заполнить анкету обратной связи. Ее можно будет найти на нашем сайте в размещенном анонсе. После вебинара я зайду, покажу обязательно, где она располагается. Либо если вам приходило на почту информационное письмо, в информационном письме также есть ссылка на данную анкету. И сразу озвучу информацию, что после вебинара, так как вы смотрите трансляцию на YouTube-канале, у вас там закреплена ссылочка, которая называется «Итоговые вопросы к вебинару». Пройдя по этой ссылке и ответив на пять вопросов, те вопросы, которые будут предложены в данном тесте, они будут все озвучены в самом начале. И, соответственно, после данного теста у вас будет возможность зарегистрироваться. И тем самым после регистрации впоследствии вам будет доступен сертификат, то, что вы прослушали данный вебинар. И чтобы получить данный сертификат, это вам нужно будет обратиться к специалисту, у которого есть доступ к базе АИС. И в этой базе, соответственно, можно будет найти данный документ. Ну, в любом случае, если у вас останутся какие-то вопросы, вы можете, конечно же, обращаться к нам на кафедру дошкольного образования. Звоните, если какие-то вопросы у вас останутся. Ну и сегодня в рамках нашего вебинара мы рассмотрим особенности наполнения и использования игрового набора «Дары Фрёбеля». Я вам немного расскажу о наполнении для тех, кто не знаком с данным набором, а именно особенности использования, свой практический опыт нам представят дошкольные образовательные организации Кемеровской области, в том числе инновационные площадки, которые работают по программе от Фрёбеля до робота «Растим будущих инженеров». Ну и если говорить о парциальной программе, парциально образовательной программе дошкольного образования от Фрёбеля до робота «Растим будущих инженеров», то она рассчитана на старший дошкольный возраст. Основная ее идея, основная идея программы – это формирование у детей предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с гос. дошкольным образованием. Название самой программы «От Фрёбеля до робота «Растим будущих инженеров»» тоже не случайно. Это своего рода эволюция видов конструкторов. То есть сначала идет игровой набор «Дары Фрёбеля», далее «Конструкторы» и далее уже идет «Робототехника». То есть получается постепенный переход от простого к сложному. Ну и, конечно, было бы несправедливо не сказать несколько слов о человеке, чьим именем назван игровой набор и которому посвящен наш сегодняшний вебинар. Фридрих Вильгельм Август Фрёбель немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания, создатель понятия «детский сад». В 1839 году Фрёбель в Блакенбурге открыл учебное заведение для игр и занятий взрослых с детьми дошкольного возраста. До этого в мире таких учебных заведений не было. Были школы для детей постаршей и были приюты для детей младшего возраста, в которых цели развития ребенка не ставилась, оставилась задача присмотра, ухода и сохранения жизни. Через год Фрёбель назвал созданное им учебное заведение детским садом, а работающих в нем педагогов назвали тогда садовницами. Название «детский сад» прижилось и существует и до сих пор. Таким образом, Фрёбель вкладывал в понятие «детский сад» своеобразный двойной смысл. С одной стороны, детский сад как место общения ребенка с природой, познания окружающего мира, а с другой стороны, дети подобны растениям, цветам, нуждаются в умелом уходе. Ну и также вы видите на слайде педагогические принципы, которыми руководствовался Фрёбель. Не буду их зачитывать, вы с ними можете ознакомиться. И мы с вами видим прекрасно, что и данные принципы достаточно актуальны для нашего современного дошкольного образования. И сейчас хочу перейти непосредственно к игровому набору. Вообще целостность образовательного процесса в детском саду задавалась Фрёбелем через игру. Именно Фридрих Фрёбель придумал первый конструктор, названный Дарой Фрёбеля, специально разработанный предметный материал, представляющий набор разных типов игр для каждого возраста, позволяющий по мысли Фрёбеля в простой форме моделировать все многообразие связей и отношений природного и духовного мира. В процессе использования игрового набора прежде всего важно создать условия для положительных эмоциональных реакций от умственных усилий в процессе перехода ребёнка от присущего всем детям любопытства к любознательности и дальнейшему её преобразованию именно в познавательную потребность. Наиболее важными факторами для создания таких условий являются положительный пример взрослого, его искренняя заинтересованность в деятельности ребёнка и организация стимулирующего пространства. Игровой набор Дары Фрёбеля позволяет развивать самостоятельность и инициативу в различных видах деятельности, которые должен освоить дошкольник. Ну и сейчас на слайде вы видите перечень полностью комплектаций игрового набора, который состоит из 10 основных модулей и 4 дополнительных. Предлагаю кратко рассмотреть каждый модуль. И начинается он с шерстяных мячиков. Это первый Дар Фрёбеля. В нём от 6 до 8 в зависимости от производителя цветных шариков. Здесь прежде всего мы знакомим ребёнка с цветами, первичное понимание формы, развитие пространственного мышления, развитие мелкой моторики и стимулируем тактильные ощущения. Ребёнок формирует свои первые впечатления о физическом мире, удерживая, катая, размахивая, бросая и наблюдая за мячом. И мяч ребёнок может активно применить в игре как предмет-соменитель большого количества объектов окружающей среды. И данные наборы рекомендованы к использованию даже детьми, начиная с 2-3 месяцев. Далее, второй Дар. Здесь ещё на этом слайде мы видим всевозможные фигуры, которые можно с помощью мячиков таких шаров осуществлять. И второй Дар Фрёбеля. Второй Дар Фрёбеля – это основные тела. Которые состоят из куба, цилиндра и сферы. Все три тела имеют отверстия для того, чтобы их можно было покрутить на палочке, либо подвесить. Этот набор вводит новые геометрические тела, даёт понять разницу между ними, учит взаимодействовать с каждым соответственно. Знакомство с формами и свойствами предметов, развития исследовательских навыков. Стоит ещё отметить, что система Фридриха Фрёбеля разделяет игры на три категории, то есть со всеми модулями. Это формы знания, куда относятся математика, наука, формы жизни, относящиеся к предметам, найденным в жизни и в мире ребёнка. И формы красоты, это абстрактные узоры и рисунки. И лучше, конечно, всего начинать представление детям с форм жизни, то, что является наиболее близко к ним. А затем позже уже изучать формы знания и формы красоты. Третий дар Фрёбеля, третий дар, это куб из кубиков. То есть здесь представлено у нас восемь кубиков, образующих в общей сложности куб. То есть это уже своего рода мини-конструктор, который дарит новые возможности познания мира, предметного и абстрактного. Заниматься с ним лучше с четырёх, иногда рекомендуют с трёх лет, когда ребёнок уже сформировал представление о привычных предметах. Важно использовать сразу все кубики при работе, поскольку целостность – это ключевой момент. И ребёнок начнёт видеть кубики как части большего. Фрёбель советовал даже в какой-то мере в более раннем возрасте начинать играть с этим даром, так как у ребёнка появляется возможность в наглядной форме выделить целое и часть разницу между формой и величиной. Следующий дар – это куб из брусков. Значит, это представляет собой куб, разделённый на 8 кирпичиков. Тоже аналогично подходит для детей с 3-4 лет. Это получается своеобразная вариация дара номер 3. Принцип работы с ним точно такой же, но прямоугольные призмы открывают больше возможностей. Дети могут рассматривать их как кирпичи или плитки, и это будет для них знакомой формой. Это поможет в создании модульных строений и конструкций. Понимание целого и частей, развитие творческих способностей, развитие координации, понимание симметрии. Здесь у нас уже появляется развитие пространственного мышления, понимание взаимоотношений между различными частями целого, развитие зрительно-моторной координации. И следующий дар, пятый дар Фрюбеля, кубики и призмы. Он уже состоит из 27 деревянных кубиков, часть которых поделена пополам или на 4 детали. То есть всего в этом даре 39 элементов. Представляет собой более крупный куб и включает в себя больше разнообразных предметов. Полукубы и четверть кубы представляют новую треугольную форму. Целью игры с ними является изучение понятий часть, целое, развитие конструкторских способностей, расширение восприятия мира. Рекомендован к использованию с 5 лет. Также следует отметить, что основное правило игры Фридриха Фрюбеля это трансформируем именно конструкцию, а не уничтожаем и строим новую с нуля. Таким образом, ребенок с малых лет учится творить новое путем преобразования старого, а также приходит к пониманию, что разрушение это ненужная процедура. Нет смысла разрушать, если проще создать новое на базе уже готового. Помимо прочего, эти ограничения усложняют задание и воспитывают терпеливость. Следующий, шестой дар. Кубики, столбики и кирпичики. Здесь 27 деревянных плиток, часть которых поделена на составляющие. Модуль и всего в общей сложности 33 элемента получается. Модуль представляет собой новые пропорции. Цель игры та же, что и в предыдущем комплекте, поэтому их можно активно комбинировать между собой. Цель игры та же, что и в предыдущем комплекте. То есть идет знакомство с понятиями квадрата, треугольником, знакомство с объемными формами, развитие воображения, развитие зрительно-моторной координации, знакомство с понятиями полуцилиндра, развитие пространственного мышления и развитие воображения. Появляется новый развивающий элемент деления кубок по диагонали, благодаря которому ребенок знакомится с наклоном под определенным углом. И данный дар рекомендуется к применению с 5 лет. Следующий дар это цветные фигуры. Набор плоских дощечек, изготовленных из дерева, содержит 8 геометрических фигур. Могу даже перелеснуть следующий слайд, можно посмотреть, да. Включает цветные круги, полукруги, треугольники, из них равносторонние, прямоугольные, равнобедренные и так далее. И квадратики. Рекомендуется данный дар с 5,5 лет. Формы дощечек это производные от поверхностей первых шести даров. До сих пор ребенок понимал поверхность как часть твердых тел. Теперь плоские дощечки вводят понятие поверхности или плоскости как отдельный объект. Это переход от твердого тела к плоской поверхности. Первые шесть подарков, даров методики Фридриха Фрюбеля позволили ребенку создать трехмерную миниатюру объекта в своем мире. Седьмой же дар позволяет ребенку представить эти объекты в двумерной форме. Это новый важный шаг в развитии. Ребенок начинает придумывать абстракции. Идет переход от конкретного к абстрактному пониманию. И такой переход, конечно же, не должен проходить внезапно. Это постепенное идет развитие через игру. Следующий дар. Восьмой. Палочки. Включают деревянные палочки разной длины. Здесь идет уже сортировка и упорядочение фигур по цвету, форме, тренировка мелкой моторики рук, развитие зрительно-моторной координации, соотношение количества и размера, простейшие математические действия, сложение и вычитание, состав числа и конструирование. Следующий дар. Это кольца и полукольца. Включают кольца и полукольца трех типов размеров. Малые, средние и большие. Рекомендовано с пяти лет. Развивает логическое мышление, части целые, тренировка мелкой моторики рук, развитие зрительно-моторной координации, развитие творческих способностей и творческого воображения. Ну и также идет развитие речевых способностей. Следующий дар. Десятый. Фишки. Мелкие разноцветные фишки для представления точки. Рекомендовано к использованию в пяти лет. И здесь уже получается прогрессия даров достигает высшего уровня абстракции. Точка получается без размера, по существу только позиция. Фребель понимал, что детей нельзя научить этому абстрактному понятию, но они могут сами открыть его через игру и усвоить саму идею. Точно так же можно использовать в качестве предметов-заменителей для изучения состава числа, конструирования, обучения счету, использования в качестве счетного материала, выявлять последовательность действий и выкладывать по образцу. И это были основные, и теперь у нас осталось с вами четыре дополнительных набора. Первый дополнительный набор номер 11 ДАРДА это цветные тела, включая цветные геометрические фигуры, кубик, шарик, цилиндр и рекомендован к использованию с двух-трех лет. Здесь идет изучение различных геометрических форм, развитие навыков, классификации, сортировки, сравнения и выполнения по образцу, по заданному алгоритму. Также здесь идет тренировка мелкой моторики, что способствует развитию речевых центров. Следующий набор. Мозаика, шнуровка. Здесь поле на 10 на 10 ячеек, деревянные фишки на ножке, 6 различных цветов, и цветные шнурки, также 6 цветов. Рекомендовано к использованию с двух-трех лет. Изучение идет комбинации формы цветов, развитие сенсомоторных навыков, учат создавать рисунки по образцу и самостоятельно тренируют мелкую моторику, что способствует развитию также речевых центров. Третий набор дополнительной башенки, треугольные призмы, полуцилиндры, а также кубы с вырезом под эти цилиндры. Рекомендовано к использованию с 4-5 лет. Здесь идет закрепление названий геометрических фигур, развитие навыков конструирования. Продолжаем учить строить, не разрушать, а дорабатывать предыдущие. Такие игры способствуют развитию логики, мышления, творческого воображения, также умение словесно обозначить местоположение предмета слева, справа, сбоку и так далее. И, соответственно, последний дополнительный дар это арки и цифры. Здесь три различных цилиндра и девять кубиков с цифрами. В кубиках также имеются отверстия. Рекомендовано к использованию с 4-5 лет. Здесь идет развитие сенсомоторных навыков, подготовка руки к письму, развитие творческих способностей, конструирование, понятие части целое, поддержание порядка, усвоение образца цифр, составление цифр, количество подобного материала и так далее. Кроме того, необходимо сказать еще, что для игрового набора Дарой Фрёбеля предусмотрен комплект методических пособий в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, который предусматривает работу по всем пяти образовательным областям. Вы видите, методическое пособие общее именно по художественному и эстетическому развитию, по физическому развитию, по познавательному развитию отдельно и по социально-коммуникативному и речевому развитию. Таким образом, игровой набор Дары Фрёбеля подходит для детей раннего и дошкольного возраста, для общеразвивающих групп, логопедических, компенсирующих групп и может использоваться различными педагогами дошкольной образовательной организации, то есть как педагогами-воспитателями, работающими на группах, так и педагогами дополнительного образования, психологами, дефектологами, логопедами и так далее. И сейчас как раз свой опыт уже в работе, в использовании данного набора нам как раз и продемонстрируют наши коллеги. Сейчас я переключусь на видео, и мы с вами посмотрим. Использование игрового набора Дары Фрёбеля позволяет развивать самостоятельность детей раннего возраста в различных видах деятельности. Ребята, а вы любите сказки? Сейчас я вам загадаю загадку, и тогда вы поймёте, в какую сказку мы сегодня с вами попадёте. Не бежал нас на окошке, покатился по донышке. Кто это? Мама! Молодцы! Правильно! Это колоботы! Жили-были дед да папа. Говорит о каждой деде. Баба тут подсуетилась и испёкся колобон. Такой нежный и румяный, так и просто табраток. Прижал колобон на лёгушке и покатился по лёгушке. Дед с бабушкой сидит и плачет жутко. Прокатал наш колобон. Наверное, в лес укатил. Ой-ой, там много зверей. Они обидят нашего красивого, румяного колобка. Ребята, поможем бабушке и дедушке найти колобка. Сейчас мы с вами отправимся в лес искать нашего колобка. Ребята, отправляемся на поиски нашего колобка. Да. Посмотрите, на какой поляр мы с вами красиво пришли. А какой-то у нас тут появился. Зайчик. Зайчик. Давайте поздороваемся с нашим зайчиком. Здравствуй, зайчик. Привет. Здорово. Друзья, помогите собрать мне мои мячики. Нам зайка оставил корзинку с мячиком. Зайчику помогите выложить по этой дорожке наши с вами мячики. Какой это цвет? Просто вот здесь, видите? Красный. Возьмите ему на красный цвет, клади на эту дорожку. Использование первого дара в шерстегремячке позволяет закреплять представление от цвета красный, желтый, зеленый и сын. А что было так записано? Кто появился на нашей полярке? Мне хотелось бы... Волк! Здравствуй, Волк! Волк? Применение дара номер восемь обеспечивает развитие мелкой моторики зрительного, осязательного, слухового восприятия. Привет, кто появился на нашей сейчас полярке? Мишка. Мишка. Здравствуй, Мишка. Нужно помочь нашему Мишке построить домики для его друзей. Использование модуля номер семь цветные фигуры позволяет закреплять представление о геометрических фигурах круг, квадрат, треугольник. Воспитанники с удовольствием составляли домики для друзей-медведей и цветы для лисы. Для обогащения сенсорного воспитания детей раннего возраста активно используем игровой набор дары фребеля. Ребята, ну что, вот вы и помогли нашему колоколу вернуться к бабушке и дедушке. А скажите, кого мы сегодня с вами в лесу повстречали? Зайка. Еще кто? Медведь. Симона, кто у нас еще был на полярке? Слол. Волк. Вам понравилось путешествие? Да. Молодцы. Добрый день, уважаемые коллеги! Хотим поделиться опытом работы по апробации программы «От фребеля до робота. Растим будущих инженеров» на базе МАДОУ номер 239 города Кемерово. Я, Иконникова Марина Сергеевна, учитель-логопед-дефектолог. В своей работе регулярно использую дары фребеля. Они способствуют формированию элементарных сенсорных эталонов, развитию мелкой моторики, учат ребенка ориентироваться в пространстве, развивают память, внимание, мышление, обогащают словарный запас, а также формируют математические представления. После изучения методических рекомендаций к программе и их апробации мне в голову пришла идея использовать дары нетрадиционным способом, тем более, что данный набор обладает богатейшим потенциалом, который ограничивается только нашим воображением. Таким образом, мною были разработаны карты схемы выкладывания предметов, целых игр и даже сюжетных картин, различные презентации по отдельным лексическим темам и презентации к 300-летию Кузбасса. После экспериментов с сюжетами мы пришли к выводу, что мы можем использовать дары не только на поверхности листа и рабочей поверхности стола, но и перенести данный набор в другую плоскость, например, в интерактивную песочницу Ice and Box, на базе которой был проведен цикл занятий по лексическим темам, разработан и реализован исследовательский проект «Экологическая кормушка». Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по комплексному планированию по лексическим темам и реализуется всеми педагогами и специалистами МАДОУ. Для улучшения качества образовательного процесса и интенсивного педагогического воздействия на детей с ОВЗ мы объединили усилия с педагогом по изобразительной деятельности, использовав средства интерактивной песочницы Ice and Box из города Томска. Я, Бабка Аслана Сергеевна, воспитатель, педагог дополнительного образования по изобразительной деятельности. В своей работе использую традиционное рисование и песочную анимацию. Остановимся на песочной анимации. Это направление включает в себя рисование на песочных световых столах и игры в интерактивной песочнице Ice and Box. Детская деятельность с песком на столах способствует развитию мелкой моторики, формированию межполушарных связей, художественным навыкам. А интерактивная песочница является уникальным средством для погружения в игровую ситуацию, для расслабления, снятия эмоционального и физического напряжения. На ребят с ОВЗ благоприятно воздействует приглушенный свет, тихая релаксационная музыка, манипуляции с песком на его поверхности. Предлагаем вашему вниманию отрывки из нашей деятельности с детьми. Во время итогового занятия по теме «Подводный мир» ребятам необходимо было превратить ракету в подводную лодку. Ребята подготовительной группы фантазировали на тему русских народных сказок. Элементы даров Фрёбеля превращались и в посуду, и в овощи, и в другие декорации. А ребята средней логопедической группы наблюдали сезонные изменения в природе на примере дерева берёза и изготовили кормушки для зимующих птиц. Попробовав такой вид взаимодействия, мы увидели неугасающий интерес в глазах детей, почувствовали энтузиазм деятельности, полёт фантазий. Нам хочется продолжать творить. Спасибо за внимание! Нам с вами в нашу дуку пришло письмо. Вот такое письмо. А это письмо, ребят, пришло от дедушки и бабушки. В этом письме они приглашают нас к себе в деревню. А деревня называется Коровкино. Вы с вами сказали, что стайка у нас сломалась, ребят. На пальцах. Хорошо. Хорошо, хорошо. А дикие животные, ребят, у нас с вами оказались не в лесу, да, а в армаре. Они заблудились, ребят. И поэтому нам с вами будет построить тарайчик для животных, для домочных, а для детей построить лес. Да? Дикие животные уже в лесу живут? Да. В лесу. Поэтому, ребят, для того, чтобы построить, у нас, смотрите, я приготовила строительный материал для построек. И чтобы означать постройки наши, я предлагаю разделиться вам по парам. Я вам приготовила такие подсказки. Смотрите, все на доску. Вот это вот домики для домашних животных. Да? Можно такие построить. Вы можете построить, если другие, вы можете просто образец. Вы можете лучше домики построить, сарай, красивее. И вот такие, вот смотрите, елочки. Вы можете другие елочки построить. Какие вам понравились? Да. Итак, ребят, прежде чем мы с вами приступим к строительству, давайте с вами вспомним, подожди уже, какие их правила мы должны с вами соблюдать при строительстве. Ребят, что вы с вами не должны сделать с конструктором? Кто знает? Медитация. Медитация. Еще что мы? Медитация. Не брачь в рот. Вот, не брачь в рот ни в коем случае. Еще что-то. Ну, что еще нельзя, Миша? Нельзя. Так, хорошо. Еще что нельзя? Едать. Едать, уже сказали, Миша. Ну, все назвали. Что, Настя, еще нельзя делать? Нельзя участвовать. Ну, все назвали. Ну, врачка используется. Хорошо. Итак, ребят, мы подставим, подставим у вас вот перед глазами. Все, мы вступаем в строительство. Встроим. Ребят, ребят, если смотрите, я вам уже говорила, да, если вам какие-то другие детали, вы можете вставить. Можете вставить, взять, а взять, взять, встаем, вам пристанется в диадоле, потому что же палочки. Стоимка, встаем за него, вы подходите, набирайте, какие вам нужны детальки, и вы себе. Ребят, смотрите, вам надо подставить для одежды же, надо елочки. У вас есть какие детали? Нет. Вам нужно встать, а там где? Палочки. Палочки, а то елочки еще такие у нас же. Из чего у нас все елочки, если вы смотрите? Эй, так, ребят, для химии животных мы строим елочки, для домашних домики. Подставьте все у вас. Переглаза, дайте подставку. Сейчас, у вас смотрите, у вас такое, какое животное? Домашних домик. Что строите? для диким? Они различные человеком живут? Дикие. Да. Так, у вас домашняя животная лошадка. Так, а у вас, смотрите, у вас Мишка, а для Мишки что строит? Мишка где живет? В доме? Правильно. Мишка живет где? Мишка? Мишка, что мы строим для него? А у тебя что здесь? Алешенька, а у тебя что случается? Примулачается домик. А мы строим ее. Ну, я строю, это картины детей. И еще, ребят, вам можно построить, вы можете взять там эти кружочки и полукруги, можно построить герлогу. Да. Для медведей, да. 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 Так, я иду вам, ребят, потому что у вас там что-то снижается. Так, Мишка, ты можешь еще подойти к палочке, это вас мало, а вот, взяли, да? Да. А у вас что надо? Вы строите вдвоем. Ребят, вы строите вдвоем на одной дощечке. И, ну, как вы строите вдвоем на одной дощечке, у вас должно быть одно альтерактное дело. Здесь он строит на одной дошечке. Ну, как же так стоит, если тебе нравится одному построить. Ты у тебя елочка получаешь за елочкой. Елочка, Красивая елочка. Я, наверное, но очень много. Да. Вам нужно построить елочку, да, у вас олим. Да, я с елочкой. Как вы строите елочкой? Ребят, елочки можно строить не только из палочков, а еще и из треугольничков. Посмотрите. Елочки можно еще построить из треугольничков. Где у нас треугольнички? Смотрите, ребят, если мы возьмем треугольнички, то у нас тоже получится замечательная елочка. Я даже сейчас могу показать, или я покажу здесь, ребята. они вот не знают, как построить. Смотрите, вот у вас получилась елочка. Вот, смотрите, эта елочка получилась замечательная. А если получится, давайте, с вами, и пуски. Здесь палочки теперь построим. Палочки, они не пишут, это поменьше. Это треугольничок. М-м-м-м, лискок получает. Да. Мальчик. Так, не помочь? Я не могу. Вот, смотрите, какая это ваша. Я беру, смотри, можно построить, для... У вас Олеся, у вас, я беру, у меня дочь. Олеся у нас беру, не живу. Так. Олесенька, теперь я вам помогу, по тройду. Олесенька, олесенька, олесенька. Смотри. Смотри. Смотри, смотрите, даже по тройду, смотрите, нужно одна палочка. Минная, да? Потом другая палочка. Палочки должны быть одинаковые, чтобы у нас домик было ровное. Вот. Объедите меня. Вот так, да? Вот, получается? Вот, перед тобой, у нас крыша. давайте крышу. А крыш надо нам поменьше найти. А если, видите, поменьше? Палочка, по-любому? Пойди. Это палочка, а у вас это елочка. Чего я елочка? Палочки, дай мне крюченьки. Вот это, это палочка. Так. О, нет, это палочки очень маленькие, Олеся. Эти палочки нам не подойдут, я помню. Молодец. Так, молодец. Вы решили построить домик один? Эля, вы же каек строите, я так понимаю. Ты что, он один и строишь, а и душа один? Дома, подробного. Хорошо. Молодец. Так, так, возьми, что-то такие палочки для крыши. А вот и здесь можно. Можешь, как у нас, можно что-то? Да. Да. Так, ребята, все? Все построили? Да. Или кому-то еще время нужно? Нет. Мне нужно. А мне все. Так. Хорошо. Очень здорово получилось. Так, а теперь давайте, ребята, мы с вами посмотрим, да, и расскажем кому, что же получилось. Итак, Настя и Мирош, у вас что получилось? У Мирош, у Мирош, у Настя получился вес для Харути. У Кати и у Кирилла получилось, получился вес, можно сказать, да? Да. У Илюши и у Алеши получился вес для Мишки. А вам еще, ребят, можно сделать, как я и говорила, да, если в Герлоге живет. Ребят, Мишка живет в Герлоге. Он укроп. Ну так-то, да? Вот, Мишка, полукруга. Берлога как будто бы, да, сделана, как полукруга? Да. Так. Замечательно, молодцы, все дорого у вас получается. А у вас вот получилось... Ребят, а у них получилось в лесу новокурная елочка с шариками? Чтобы животным было не скучно, а весело. А я еще, 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 а я еще. Хорошо. Так, у Алиси и у Мишки тоже получился домик с красивыми круглыми окошками. Да. Ребят, молодцы. Ребят, как вы думаете, мы помогли бабушке и дедушке? Да. Помогли бабушке и дедушке. Навели порядок? Да. Навели порядок, да? Животным построили домики. Ой, нет. Деньким животным есть домашние домики. Добрый день, уважаемые коллеги. В январе 2020 года дошкольное учреждение было включено в состав сетевой инновационной площадки Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования от Фребеля до робота. Простим, будущих инженеров. С сентября 2020 года мы начали активно использовать пособия от Фребеля до робота в непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками старшей группы. Так как у нас в группе есть дети с нарушениями речи, мы решили более активно применять дары Фребеля на занятиях по развитию речи, потому что с их помощью можно сформировать звуковую культуру речи, развивать связную речь, сформировать словарь и грамматический строй речи. Развитие речи становится все более актуальной проблемой в нашем обществе. Современные родители в наше время частенько забывают, что дети подражают речи окружающих и пускают процесс развития речи на самотер. Ребенок проводит мало времени в обществе взрослых, все больше за компьютером, у телевизора или со своими игрушками. Редко слушают рассказы и сказки из уст мамы с папой. Вот и получается, что с речью ребенка к моменту поступления в школу возникает множество проблем. Огромная ответственность при этом ложится на педагогов, занимающих развитием речи подрастающего поколения, и прежде всего педагогов дошкольного образования, формирующих и развивающих связную речь детей. Развитие связной речи является важным условием полноценного развития ребенка. Именно грамотное, логически оформленное изъяснение своих мыслей является одним из показателей умственного развития. Только в связной речи, диалоге, монологе, рассказывании и пересказе можно четко проследить все основные аспекты, характеризующие нашу речь. Успехи во владении детьми связной речью обеспечивают определенную успешность во владении новыми знаниями и в последующем их применении. Развивать речь ребенка, не включая ее в какую-либо деятельность, невозможно, поэтому в детском саду создается специальная среда, способствующая максимально полному раскрытию речевых возможностей воспитанников. В процессе конструирования с использованием даров рыбели дети постоянно взаимодействуют друг с другом. Происходит также и взаимодействие со взрослыми. Применение пособия в рыбели позволяет практически познать свойства предметов. Речь подкрепляет деятельность с различными понятиями, которые недостаточно широко используются в других видах деятельности. Формируется понимание пространственных отношений между предметами. Работа над передсказом, рассказом, диалогом становится более эффективной. Пересказ рассказа не по сюжетной картинке, а по объемному образу декораций из конструктора помогает ребенку лучше осознать сюжет, что делает рассказ более развернутым и логичным. Наборы фребеля включают в себя множество деталей. Действия с ними помогают обогащать словарь различными частями речи, развивают лексико-грамматический строй речи. Так как ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является игра, хочется немного подробнее рассказать о дидактических играх, которые мы используем в своей работе по развитию речи с применением даров фребеля. Для формирования звуковой культуры речи нами используется игра «Бусы». Дар номер 11. В этой игре проговариваются слоги, слова на определенный звук. При помощи правильного произношения слова надевают бусину на шнурок. В игре «Солнышко» можно использовать дар 8. Для активизации изучаемого звука на уровне слогов. Дети, повторяя слоги «Са», «Сы», «Сэ», «Со», «Су» выкладывают лучики солнца. Формирование словаря из грамматического строя речи. В игре «Волшебный мешочек» берем дар 1. Воспитаннику предлагается достать из мешочка, определить цвет, придумать словосочетание. Например, «Зеленый яблоко», «Красный помидор», «Желтое солнышко», «Синее море». В игре «Подбери слово» действие «Применяем», «Дар 7». Происходит обогащение словаря глаголами. Тига что делает? Бегает, рычит, грызет. Дети, называя глаголы, выкладывают фигуры, круги. Для игры «А сколько у тебя?» используем «Дар 8». Помогают согласовывать числительные с существительными. Дети предлагаются взять определенное количество палочек, а воспитатель показывает картинку с предметом. Дети должны ответить «Сколько кого?» Например, «5 лисенок», «2 лисенка», «1 лисенок». Для игры «Радуга» дар номер 10. Учат согласовывать существительные с прилагательными. Дети выбирают себе фишку любого цвета и подбирают существительные с прилагательными. Например, «Белый снег», «Мел», «Сахар», «Желтый руль», «Кубик», «Желтое солнце». Развитие связной речи можно осуществлять с помощью игры «Составление сказки». Дар номер 7, 8, 9. Воспитатель читает сказку, а дети выкладывают сюжет из различных фигур. Любая совместная деятельность с ребенком обязательно сопровождается речевым оформлением со стороны педагогов, беседой, объяснением, рассказом, пением, чтением стихов, сказок, а также ответной реакцией ребенка ответами, беседой, пересказом. В заключении можно сказать, что использование пособия Дары Фребеля позволяет повышать речевую активность, обогащать активность слова, желание делиться впечатлениями, высказывать свои предположения, искать ответы на вопросы, развивать лексико-грамматические строя речи, речевое творчество, звуковую, интонационную, культуру речи. Предлагаю вашему вниманию занятия по развитию речи с использованием пособия Дары Фребеля. Три медведя. На данном занятии мы будем решать следующие задачи. Упражнять название прилагательных, обозначающие сенсорные талоны, большой, маленький, широкий, узкий, формировать речевую активность, творческое мышление, развивать устную речь, логическое мышление, воспитывать самостоятельность. На занятии мы будем использовать Дары номер с 1 по 10. Спасибо за внимание. Сегодня мы с вами отправимся путешествовать по сказке. А по какой сказке вы сейчас сами угадаете? Посмотрите, пожалуйста, на мне вам таблицу. Давайте скажем, что это за сказка? Три медведя. Три медведя. А как вы догадались, что это сказка Три медведя? Леночка. Потому что тут на лесу Михаил Иванович Мишутка и Настасья Петровна. Скажите, ребят, что произошло с Машенькой? Машенька заблудилась в лесу. Машенька заблудилась в лесу. Арина, помогай. Маша зашла в дом медведей. Так, что она там увидела? Лена. Она там увидела стол. Она там увидела стол со стульями. Сколько стульев было в доме? На кухне сколько? Кира. Три. На кухне было три стулья. Ребята, какие они были? Первый был размером большой, второй был средний, а третий самый маленький. Так, а большой стол, это для кого стол был? Для Михаил Ивановича. А маленький стульчик. Ребят, скажите, а что увидела Маша в спальне? Она увидела три кровати. Какие они были? Первая кровать была большая, вторая средняя, а третья самая маленькая. А средняя чья кровать была? Мишуткина. Анастасия Петровна. Анастасия Петровна, а маленькая Мишуткина, да, была? Хорошо. На поляне. Дом стоит. Ну, а к дому путь закрыт. Мы ворота отворяем, всех вас в доме приглашаем. Ребят, а как называется наше пособие, с которым мы будем работать? Дарь и Фрёблия. Молодцы, да, ребята, да, Парь и Фрёблия. Так, давайте с вами вспомним правила безопасности. Этот конструктор нельзя слать в рот. Так, Арина? Этот конструктор, если соединён, нельзя с зубами рассказать. Разъединяйте, да, с зубками, а то может что? Ротик попасть, может, можно проглотить, да? Так, хорошо. Как? Мы во время должны работы себя вести. Кто умеет, скажет, Арина? Тихо, спокойно. Тихо, спокойно, не... Выкрик. Не выкрик и не отвлекать от работы друг друга, да? Ребят, посмотрите, пожалуйста, на схему и скажите, что мы с вами будем конструировать? Стол. Так, стол ещё, Арина. Три стула. Три стула. Каких? Давай сразу определимся. Ребят, давайте сразу. По размерам, какие это будут стульки? Большой, шириний, маленький. Так, ещё что, ребят? Соня? Кровати. Так. Три кровати. Три кровати. Какие они? Многие. Большая, средняя и маленькая. Скажи, пожалуйста, для кого построила я такую конструкцию? Для трёх медведей. Расскажи, что ты построила? Я построила стул и три стула. А какие у тебя стульчики? Большой, средний и маленький. Скажи, а большой стульчик это для какого медведя? Для маленькой капочки. Так, а маленький? Для шестой. Как ты думаешь, что можно ещё придумать? Что-то можно ещё пофантазировать и придумать на кухне? Да. Так, давай попробуем. Аришенька, расскажи, что у тебя интересное на столе? На столе у меня лежат три тарелки. Три тарелки? А какие? Чего они у тебя такие разные? Большая тарелка для папки. Михаилу, для папки. Пап? Тапочка. Ага. Средняя? Третья тарелка для Настаси Петровны. А маленькая для мишутки. Для мишутки. Какая красивая эта тарелка. Топкая мишка. Топкая мишка. Приседай за мной, братишка. Руки вверх, вперёд и вниз. Улыбайся и садись. Ребят, продолжаем нашу работу. Давайте посмотрим, что у нас интересного с вами получилось. Да? Сонечка, расскажи, пожалуйста, что ты построила для мишек? Большую, среднюю и маленькую. Скажи, а маленькая кровать, для кого ты её построила? Для мишутки. Для мишутки. Какая она у тебя интересная получилась. С подушечкой, да? С кругленькой. Так. А большую кровать ты для кого такую построила? Для Михаила Потапыча. Для Михаила Потапыча. Какая она большая у него, да? Так. Михаил Потапыч любит на ней, наверное, поваляться. Так, Сонечка. Так. Что ещё у тебя? А средняя коечка. Расскажи, для кого ты среднюю коечку? Для Настаськи Петровны. Ребят, я надеюсь, вы закончили уже свои постройки, да, для наших медведей. Скажите, пожалуйста, по какой сказке мы с вами путешествовали? Арина. Три медведя. Ребят, скажите, что мы делали для медведей? Мы делали для медведей, для медведей. Три кровати. Три кровати. Три кровати. И ещё, Кирочка. Мы делали три стула и стол. Три стула и стол. А вот скажи, Лена, у тебя на столе что ещё? У меня на столе тарелки. Сколько у тебя тарелочек на столе? Три. Три. Для кого? Они такие красивые у тебя на столе стоят. Для Мяшутки, для Михаила Потаповича и для Анастасии Петровны. Молодцы, ребята, да? Вы справились с нашей работой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ребята, к нам в детский сад пришло электронное письмо. Прислали его с далёкого и очень необычного места, королевства Фрёбеля. Узнать, о чём говорится в письме и кто его отправит, мы с вами сейчас прочитаем и узнаем. Дорогие ребята, пишет вам стражи из далёкого острова Фрёбеля. Наше королевство богато и известно своими дарами. Но случилась беда. Королевство захлестнуло снежная лавина. Она разрушила деревья, исчезли птицы, совсем не осталось никакой природной красоты. А главное, снежная лавина унесла наши дары, из которых можно было бы восстановить и построить заново. У нас остались только картинки того, что было. Знаем, что у вас в саду есть такие дары. Очень просим вас помочь. Ребята, а мы сможем помочь этому королевству? Да. А у нас с вами есть дары? Да. Дары Фрёбеля. А из чего они состоят, дары Фрёбеля? Из палочек, из дочери, из столбиков. Правильно, молодцы. Из кругов. Из кругов. А это как называется одним словом? Лермические фигуры. А чтобы нам помочь этому королевству, нужно туда отправиться. Сейчас мы с вами отправляемся в королевство. Вернись, покружись, поправясь и отчудись. Вот, ребята, мы смотрели, как вам нужно сделать. И здесь наш конструктор, посмотрите. Действительно здесь как-то очень серый. Но как вы думаете? Да. Да, мы думаем. А что вы думаете? Здесь все снега замерло, дары Фрёбеля унесло. А может быть так и оставим? Нет. Нет, поможем? Да, поможем. А вот у нас лежат здесь карточки с подсказками. Посмотрите. У нас одинаковые скидки. У вас одинаковые? А как вы узнали, что у вас одинаковые, Маша? Потому что зелёная сторона. Да, и у Маши, да, зелёная сторона? То есть по цвету они подходят, эти карточки, да? А что у вас, ребята, на карточках? У нас наряжённые деревья. Да, действительно. Я так думаю, что это не просто так, здесь деревья у вас на карточках. Это такая подсказка. Ну что, будем с вами, наверное, изготавливать из набора Фрёбеля наши деревья. Ребята, давайте будем объединяться с вами в пары. Вот цвета. И строить будем деревья. Ой, какая у нас в королевстве полянка стала красивая. Сколько деревьев вы построили. Какие вы молодцы. Оживили сказочное королевство. А какие вы деревья, ребята, построили? Я построила маленькую ёлочку, большую. Молодец. Какое игорка вы дерево построили? Берёзу. Берёзу построили. Что за дерево у вас? У нас дуб. Дуб. Могучий дуб. Ребята, вы слышите пение птиц? Да. Но сейчас у нас зима, и они не могут к нам прилететь. Мы им с вами должны помочь. А чем мы можем помочь птицам? Детям кормушку. Кормушку, молодцы. Такую столовую для птиц. Мы с вами деревья строили, ребята. Из даров Флёбеля это форма красоты. А сейчас мы будем кормушку строить. Из тоже дары Флёбеля называют познание. Забыла я игрушки. Птица. 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 И вот сейчас к нам с вами прилетит пжар птица. Она необычная. Мы её должны с вами тоже украсить конструктором Флёбеля. Ребята, какие вы молодцы помощники. Помогли сказочному королевству. Оживили. Вернули дары Флёбеля. Но нам с вами пора отправляться в детский сад. Свои дары мы заберём с собой. Вернули дары Флёбеля. В современном российском образовании усиливается роль воспитанника как субъекта деятельности. Ему делегируются функции управления познавательной деятельностью. Предоставляются возможности в проектировании собственных образовательных траекторий. И свобода выбора действий. Общественные ожидания требуют наиболее полного раскрытия личностных особенностей каждого ребёнка. Расскажи, что ты выкладываешь? Какие фигурки ты выкладываешь? Палочки. Так. Круги. Кладоты, ломы и треугольники. Молодец. Расскажи, что ты выложил первым? Палочки. Какого цвета палочки? Золотого палочка. В течение года успешно используют игровой набор «Дары Фрёбеля» в образовательной деятельности. Как мы стематизируем их по образовательным областям с учетом интеграции к математическому планету. Использование игрового набора помогает нам сделать образовательный процесс интереснее для каждого ребёнка. позволяет детям игра и развиваться в различных видах деятельности. Ребят, каждый пассажир, прежде чем зайти в автобус, должен обязательно посмотреть на номер автобуса, в который он садится. И обязательно каждый пассажир должен посмотреть на номер своего сидения. Ну что, вы готовы? Ну, чтобы нам добраться до места, посмотрите, у нас препятствия. Пройдём свои препятствия? Итак, мы все встаём друг за другом и проходим наши препятствия. Посмотрите, что нам нужно сначала пройти? Куда нам дорожку нужно? Прямо. Прямо. Проходите. Затем куда нам нужно? Налево. Куда нам нужно? Налево. Налево. Поворачиваем налево. Дальше куда Артемия у нас идёт? Прямо. Прямо проходите. Через ручей. Так, чтобы нам не промочить свои ноги. Или чтобы нам на лыжах кататься с ухими. Прошли мы с вами ручей. Куда нам нужно дальше идти? Прямо. Повернуть. Куда? Куда нам нужно повернуть? Направо и идти прямо. У нас дальше, посмотрите, препятствия. Что же дальше нам нужно? Пять есть на одной ноге. Хорошо, прыгаем. Дальше, проходите. У нас идёт. Прошли препятствия. Теперь посмотрите, куда нам нужно повернуть, ребята? Направо. Направо. И что нужно сделать? И постели. Проползайте. И через ледяную скалу. Конечно, проползайте. Проползайте. Не толкайтесь. Аккуратно. Проходите. Ой, смотри. Спасибо. Скорей. Сейчас мы всех подождём. Никого там снег не замёл? Нет. Сугроб не превратил? Нет. Нет. Ой, ребята. Посмотрите. Куда же мы с вами попали? На горнолыжный курорт. Молодцы. Посмотрите, ребята. У спортсмена что одето на голове? Шлем. Шлем. А что на ногах? Лыжи и ботинки. А что в руках у спортсмена? Палки. Палки. Мы с вами куда приехали? На горнолыжный курорт. Одеваться будем? Да. Одеваем с вами шлем. Одеваем очки. Одели. Одеваем ботинки. Застёгиваем лыжи. Берём в руки палки. Палки. И поехали. Далеко уехали? Да. Молодцы. Зимовье зверей. Полным ответом, Полинка. Мы слушали сказку Зимовье зверей. Молодцы. Ребят, давайте вспомним, какие персонажи были в этой сказке. Ксюш. В этой сказке персонаж был баран. Баран. Андрюш, ищи. В этой сказке был бык. Бык. Заша. В этой сказке была свинья. Молодец. Варя. В этой сказке был волк. Так. Машенька. В этой сказке был гуси-петух. Гуси-петух. Молодцы. Всех назвали персонажами сказки? Нет, не всех. Кого ещё? Ещё свиньё. Назвали уже свиньё. Ребята, хотите поиграть в эту сказку? Да. Хотите. Посмотрите. У меня вот здесь в мешочке фан. Мы сейчас с вами выберем. Вы выберете фан себе каждый. И будете играть ту роль, которую выберете в этой сказке. Хотите? Да. Ксюш, иди выбирай. Показывай. Кто достался? Баран. Баран. Андрюш, иди скорей. Кто? Вы. Дашенька, иди скорей. Полин. Кто достался, Даш? Петух. Свинья. Семён, иди. Кто достался? Борог. Маша, иди ко мне. Кто достался, Маша? Гусь. Гусь. Итак, мы персонажи с вами разобрали. Ксюшенька, какой фан достался тебе? Мне попался фан бык. Бык. Мне попался фан бык. Баран. Да? Ну, ничего страшного. Дашенька. Мне попался фан петух. Так. Семён. Мне попался фан волк. Так, Маша. Мне попался фан гусь. Молодцы. Все звери. Нет. А, Полиночка, извини. Мне попался фан звенья. Хорошо. Ну что, начинаем играть? Да. Начинаем нашу сказку. Шёл. Дерево. Дерево. Какое ты будешь? Я буду делать дерево-ёлку. Я буду дерево-берёзу. Я буду дерево-берёзу. Хорошо. Приступайте, ребята. Саша, вот сюда пройди. Вот здесь. А Любава, вот это будет дорожка. Иди, проходи. Какие у нас замечательные деревья получаются. Так, Любава дорожку выкладывает, да? Для всех зверей. Пойдём со мною. Вот пошли вместе и навстречу им свинья. Куда свинья идёт? От зимы и лето ищу. Пойдём с нами. Пошли они втроём дальше. Им навстречу гусь. Куда гусь идёт? От зимы и лето ищу. Пойдём с нами. Пойдём. Вот гусь и пошёл за ними. Идут, а навстречу им петух. Куда петух идёт? От зимы и лето ищу. Пойдём с нами. Вот идут они и разговаривают. Время подходит холодное. Где тепло искать? Бык и говорит. Давайте брата избу строить. А то замёзли. Варан говорит. У меня шуба толстая. Я и так перезимую. Свинья говорит. Я в землю зароюсь и ветками укройся. И так перезимую. Гусь говорит. А я сяду в середину ели. Одно крыло постеню, другим укройся. И так перезимую. Петух говорит. И я тоже. Бык видит дело плохо. Надо одному хлопотать. Но, говорит, вы как хотите, а я стану... Избу строить. Стал бык строить себе избу. Построил бык избу и живёт в ней. Вот пришла зима холодная. Стали пробирать морозы. Баран делать нечего. Приходит к быку. Пусть ребят погрелся. Понравится у тебя сын. Больше. 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 Бык. Бык. А чем он тебе понравился? Потому что он самый смелый. Молодец, Умочка. Семён, а тебе кто понравился в этой сказке? Мне понравился волк. Волк. А чем он тебе так понравился? Он мне понравился, потому что смешно убежал из избушки. Убежал смешно из избушки? Полин, а тебе кто понравился в этой сказке? Мне понравился петух. Чем он тебе так запомнился? Потому что он очень милый. Ей, милый. Загружились в карусели. Все кругом, кругом, кругом. Все бегом, бегом, бегом. Тише, тише, не спешите. Карусели остановите. Раз и два, раз и два. Вот и кончилась игра. Кошки, начинайте собирать. Свободно или правильно собираетесь. Кошки, у меня тухали руки. Мы пока не сладываем. Попробуй, да? Кто такой дверь забрал? Какие же цвета у нас у меня похожи? Давайте покажем, Майя, поднимем. Молодцы, наезд, выравили задание. Подходим, взят, выкладываем. И возвращаемся сюда. Ребята, вернемся ко мне сюда. Молодцы, хорошо справились. Руки наверх поднялись, сборщики. И немножко отойдем друг от друга. Молодцы. Ну что ж, ребята, мы еще сейчас в игре. Подходим ко мне. Все готовы? Руки все-все готовы? Так, поиграем мы с вами тайного агента. У меня разные геометические фигуры. Будьте внимательны, нам эта игра знакома. Тайные агенты начинают двигаться по залу. Входим. Стоп. Тайные агенты двигаются. Тайные агенты двигаются. Он разносвежный, он с одной со мной танцует. Стоп. Двигаются тайные агенты. А вот такие лучшие узлы там. Грузи, прекраснейшие друзья. Стоп. Бегаются. Тайные агенты. Все плодуши, вкупы, я вновь, вновь, вновь. Все ночи, вкупы, я внуль, вновь. Стоп. Хорошо, молодцы. Тайные агенты очень внимательные. Я сейчас еще раз предлагаю с вами покататься на карусели. Для этого мы сделаем с вами большой круг. Предлагаю сделать большой круг и я сожжу на карусели. Ребята, пожалуйста, положи сюда наши горошки. Мы покататься будем на карусели горошками. Так, я сейчас горошки положу и держу. Горошки. Так, и пока, ребята, не трогаем ничего. Мы повернемся с вами друг за другом. Раз, два. Не забудем слова сказать на карусели. Повернулись, Семен, скорее. Пошли говорим. Е-е-е-е-е-е-е-е Загружились карусели. А потом, а потом, а потом, бегом, бегом. Все бегом, бегом, бегом. Тише, тише, не шумите. Карусель остановите. Раз, два. Раз, два. Вот и кончилось. И красно. Держим. Один, два, три. Остались. Повернули в другую сторону. Говорим. Е-е-е-е-е-е-е Загружились карусели. А потом, а потом, а потом. Все бегом, бегом, бегом. Тише, тише, не шумите. Карусель остановите. Раз, два. Раз, два. Вот и кончилось. Стоим ждем. Раз, два. Ну что ж, ребята, ну сейчас наше порошок положим на... Таким образом, коллеги, у нас с вами, благодаря данным роликам, была возможность побывать виртуально в гостях в пяти дошкольных образовательных организациях. Ну и, конечно же, хотелось бы назвать непосредственно героев, то благодаря кому нам удалось посмотреть данные видеоматериалы. Должикова Наталья Александровна и Александрова Мария Александровна, воспитатели детского сада номер 10 Прокопьевского городского округа презентовали использование игрового набора «Дары Фребеля» в образовательной деятельности с детьми раннего возраста. Бабкова Светлана Сергеевна, воспитатель иконикова Марина Сергеевна, учитель-логопед, детский сад номер 239 города Кемерово, продемонстрировали использование игрового набора «Дары Фребеля» в интерактивной песочнице в образовательной деятельности с детьми с УВЗ. Бакопольская Елена Николаевна и Тихонова Татьяна Сергеевна, воспитатели детского сада номер 91 город Кемерово, показали использование игрового набора в речевом развитии детей среднего дошкольного возраста. Новокрещеного Татьяна Алексеевна, воспитатель детского сада номер 110 Беловский городской округ, продемонстрировала использование игрового набора в речевом развитии детей старшего дошкольного возраста. Сухомесова Лариса Анатольевна, Никифорова Надежда Викторовна, воспитатели детского сада 111 Прокопьевского городского округа, продемонстрировали конструктивно-модельную деятельность детей старшего дошкольного возраста. Ваянт Евгения Витальевна, воспитатель Плаксина Марина Анатольевна, старший воспитатель, и Ершова Фина Равильевна, инструктор по физической культуре, продемонстрировали использование игрового набора в образовательной деятельности с воспитанниками старшей логопедической группы. И в конце хотелось бы также отметить, что вам были продемонстрированы различные занятия, да, и действительно этот конструктор возможно использовать в совершенно разных видах деятельности. Ну и последнее, что я вам хотела сегодня продемонстрировать, это где можно найти информацию непосредственно по анкете обратной связи. Для этого необходимо зайти на сайт нашего института. Крик и пром. Обратите внимание, что у нас поменялся сайт. Главная страничка по-другому выглядит. Если вы вдруг попали на старый вариант, вам нужно все-таки перейти на новый, потому что всю информацию вы можете не увидеть. И на главной страничке спускаетесь ниже, выбираете наш сегодняшний вебинар. И, соответственно, здесь будет ссылка на анкету участника вебинара. Переходите и заполняете. И здесь также в анонсе указан номер телефона нашей кафедры. Если какие-то вопросы у вас останутся, можете нам звонить, обращаться. И непосредственно информация, где можно пройти тест и зарегистрироваться для получения семинара. Для этого просто на той страничке, где вы находитесь и смотрите, заполнить, обращаться. Вот как раз вот эта ссылка и размещена итоговые вопросы к вебинару. Вы просто переходите по данной ссылке, где можно пройти тест и зарегистрироваться для получения семинара. Обращая ваше внимание на то, что для этого просто на той страничке, где вы находитесь и смотрите, заполнить, обращаться. Вот как раз вот эта ссылка и размещена итоговые вопросы к вебинару. Вы просто переходите по данной ссылке, где вам сегодня все эти тесты можно пройти тест. И далее рекомендуется в регистрироваться для получения семинара. Обращая ваше внимание на то, что для этого просто на той страничке, где вы находитесь и смотрите, заполнить, обращаться. Вот как раз вот эта ссылка и размещена итоговые вопросы к вебинару. Вы просто переходите по данной ссылке, где вы находитесь и смотрите, заполнить, что можно пройти тест. И далее рекомендуется в регистрироваться для получения семинара. Обращая ваше внимание на то, что для этого просто на той страничке, где вы находитесь и смотрите, заполнить, обращаться. Продолжение следует...